Ты снял! Почему ты езжу от лука, бля? Почему ты езжу от лука, бля? Почему ты езжу от лука, бля? Ну ебан, бля! Привет, друзья, это Егоров. Поведение многих людей обсуждал я в этой майке, в этой студии. Теперь пора поговорить о себе и что со мной произошло во время игры с Амкалом, где брокер вышли в финал и будут играть 12 сентября на ВТБ-арене. Он хочет Амкал! Он хочет ее уничтожить! Итак, первое, что нужно сказать о том, кто убил этот матч. Перед игрой все было вообще идеально, нормально. Мы нормально общались, нормально списывались и записывали друг другу добрые слова. Что бы ни происходило, даже когда Серега Давыдов, вы видите, на видосах вбрасывает, все равно видно, что это все с угаром и любя. Непосредственно перед матчем все тоже было идеально. Все ходили, улыбались, обнимались. То есть Герман нормально шутил про слова Райзена о том, что если мы не выйдем в финал, то он умрет. И Герман говорил, гроб-то вы подготовили уже. Но это было прям нормально, прикольно. Готовьте гроб Райзена. А, потому что он откинется? Да. Ну а теперь о том, кто убил игру между Амкалом и Броуком и кто повысил этот градус дичи. И отсмотрев некоторые видосы, я понимаю, что этот человек я. О том, как для меня все это выглядело на бровке, это отдельный разговор. Я вижу сейчас то же, что и видите вы. Естественно, когда человек на второй минуте убегает на поле, срывает майку с голым торсом, носит туда-сюда и орет благим матом, это заводит всех. Это повышает градус, это повышает накал, это повышает уровень борьбы. Без вопросов. Теперь о том, почему это произошло. Ну, первое, здесь можно было отмазаться, что был пенальти, который признали и Алло Реф, и судья Федотов. Видим руку вратаря по ноге Давыда. То есть он его рукой еще прихватывает и фалит. Можно сказать, что еще атмосфера была такая, когда нас убеждали, что в этом матче Броуков в любом случае судьи засадят. Все мы помним игру с на спорте, когда удалили Лилюхина, и я побежал с пачкой денег и рассыпал их над судьей, потом сломал столик в комментаторской кабине, ну и всячески вкидывал. Вкидывал не потому, что я хотел вкинуть, нет. Здесь как раз суть в том, что это неосознанный вкид. Это как раз то, что прет из тебя изнутри. Да, пожалуйста, давай выходи. Ты что, спасибо сказать? Да, тогда у меня тоже якобы были причины так себя вести, потому что были решения не в пользу Броуков. Сразу несколько, которые также были признаны ошибочными. Но дело не в этом. Вопрос именно в поведении. И тогда я себе дал слово, что я буду вести себя нормально и буду стоять холодным на бровке. У меня это получилось, по-моему, в матче с Тудроц и в матче следующем с Бейсментом. Но потом, когда настала стадия плей-офф, опять на спорте, и опять точно такая же реакция, когда они поставили пенальти на ляпе. Выглядит это так. Все, мы уходим с поля, мы снимаемся с турнира, вы все плохие. Так больше невозможно, это несправедливо. Это, повторю, не вкид. Это то, что идет изнутри. В этот момент ты не вкидываешь и не можешь себя контролировать абсолютно. После той игры с Наспорте я опять пообещал себе, что буду спокоен в таких моментах, именно связанных с судейскими решениями. Туда или туда. Что происходит? Первый тур с реалити. Не работает вар. Что со мной происходит? Я опять чуть не схожу с ума. Вы что, издеваетесь? Вы что, на полном приколе? У вас камеры общика нет? После реалити я опять обещаю себе, что буду спокоен. Специально прихожу на пресс-конференцию, где говорю, я даже матом не буду ругаться, буду просто сидеть с каменным лицом. Потому что хватит такие эмоции расплескивать просто туда-сюда. Наступает игра с Амкалу. Я тоже думаю, что все будет нормально. Но первая минута, просто первая минута. Да, пенальти был. Ну да. Но посмейся ты просто. Постой, посмейся. Просто посмейся. Вкинь что-нибудь. Когда Виточка тебе подбежит провоцировать, о чем он говорил до игры. Просто посмейся. Но наступает опять вот это. Футболка. Футболка, скинутая, какие-то бега туда-сюда, крики. Сейчас утром это просто на это невозможно смотреть. Камбон, блядь. Попрокидывает мяч и может забивать, блядь. Сука, блядь. Ну реально, это просто непонятно, откуда все это прет. И почему это выплескивается. То есть у меня нет нормального объяснения. И в этой же ситуации, естественно, когда там прибегает Виточ, Фикус и все остальные, вот эти вот первые минута, две, пять, ты можешь нанести такой чуши, что ну просто жесть. Иди нахуй отсюда. Я вижу, я не могу. Симон, да, 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 все, Симон отсюда. Я с ним. Давай, снизуй, блядь, отсюда. В смысле? Вы свою тюрьму? Я в ловину, блядь. Это организатор. Давай, давай. Вот так. То есть то, что ты хотел сказать, это умножается в 10-15 раз. Это происходит какая-то гипертрофированная тема. И с этим, наверное, нужно, ну не наверное, а точно нужно как-то бороться. Потому что каждое вот это вот решение, каждое спорное, на мой взгляд, несправедливое решение, с протяженностью в 2-3 недели наступает вот такая реакция. И в данной игре именно эта реакция повысила накал борьбы. Спокойно. Все уже все подтвердили, что чисто я делаю. Ты нафиг мне это рассказываешь. Эй, братан, ты слишком жестко разговариваешь. Вообще, ты нейтральный. Ты долг, по-братски. У тебя, блядь, помолчи, ничтожество, блядь. Вот по-братски. Какие могут быть объяснения этому всему? Ну можно отмазываться всегда, что типа ты сейчас сильно устал, ты не в адеквате. Там по ролику броков видно, что у нас там не все было в порядке в последнее время. Там с разным вообще. Да, можно говорить о том, что здесь действительно там был пенальт. Опять же, это пустая отмаза. Это не причина для того, чтобы терять голову и так себя вести. Еще одна причина. Не знаю. Наверное, что-то генетическое, потому что когда там оценки не те оставили в школе, я тоже мог психовать с учителями, там ссориться, спорить, разбираться до упора, пока там искать какую-то истину. В тот момент, когда ты находишься на футбольном поле, обычно это легче, потому что ты можешь выговориться. Но если вы вспомните, мое время вамкали, я точно так же в каких-то моментах срывался. И тоже первые 1-2-5 минут, потом все. Потом наступает тотальная затишь, и я не понимаю, зачем я себя так вел. Но какой выход из этой ситуации остается? Остается простой выход. Нужно работать с собой и, наверное, обратиться к психотерапевту, чтобы такие ситуации впредь не происходили. Потому что, еще раз повторю, это не вкиды. Но вот эти вот вещи, которые происходят, это не вкиды. То есть то, что я бросаю в футболку, это не я. То есть в этой ситуации это не я. Это делает какой-то абсолютно другой человек, которого я через какое-то время, получается, могу лишь порицать. То есть я не понимаю, зачем я это делаю. 60 тысяч рублей у тебя зарплата, а еще хуй, блядь, сосюшку, так, блядь. Честно, это просто пиздец. Такого не должен себе позволять вообще ни один человек в мире. И пусть тебе там что-то сказали, пусть ты подошел там просто поговорить про пенальти, тебе там грубо ответили с ним. Не важно. Вот так вот вести себя нельзя. Особенно тем людям, которые, как я, любят кого-то критиковать, говорить, что правильно, что нет. Если ты говоришь, что правильно, а что нет, ты всегда должен быть идеальным. А не устраивать вот такой позор, который я устроил. И поэтому хочу извиниться перед Фикусом, перед его близкими, которые это услышали. Я не хочу никого посылать и вот так себя вести. Хотя, в первую очередь, я, наверное, извиняюсь перед своими близкими, которые увидят меня в таком состоянии. И это жесть. Это жесть, и с этим нужно работать. И с собой нужно работать. Потому что это реально просто дичь. Вот такие вот события, вот такие вот слова. Поэтому приношу извинения всем за то, что вы меня таким увидели в очередной раз. Наверное, это, ну, наверное, это сто процентов нехорошо. Вот. Смотреть очень неприятно на себя. И да, еще раз скажу, матч сломал я. Брок, пока.